Расскажи, пожалуйста, взаимодействие с крупными блогерами, это понятно, но тренд некоторый, опять же, к моей теме трендов, это работа с микроблогерами. То есть работа с блогерами на местах, регионах, то есть не те, у которых миллионы подписчиков, а там тысячи, десятки тысяч, сотни. Но мы обходимся другими рекламными инструментами, ничего личного, да? Мы обходимся к другому. Мы берем гео-таргетинг и таргетированную рекламу. Причем что отлично заходит? Отлично заходит, если у вас есть офлайновый магазин «Классическая точка». И делаете гео относительно того, кто живет в ее районе, и в том числе на рекламе этой точки используете фото фасада. Это вообще заходит легендарно. Почему? Потому что сидит человек в соцсетях, все у него хорошо, а тут он видит тот дом, мимо которого каждый день ходит. У меня была такая проблема с сетью магазинов, у которых был очень неплохий дизайн в плане того, что их не видно. То есть они прямо в слепоту заходят всем. Когда мы сфоткали фасады и даже были соседи видны, это реклама не слабо. Но сейчас мы их перелисовываем, это тоже. Ответил на другое, потому что тем, что вы спрашивали, я не пользуюсь. Вот. Не пользуется, работая с блогерами. В зале есть микрофон. Друзья, поднимайте руку, задавайте вопрос. Вот, есть человечек. С этой части зала тоже можно вопрос задавать, да, следую? Можно вопрос? Да, да. В 33 пингвина отличаются дизайны в Томске и во всех остальных точках. Почему? Потому что у нас сейчас идет редизайн, но он всегда начинается с Томска. Потому что нам нужно, во-первых, показать его красоту, во-вторых, его эффективность. А затем договориться с партнерами, которые, например, работают уже 11 лет, и у него все хорошо, доказать ему, что это действительно важно. Либо соинвестировать вместе с ним. А таких точек у нас в 1700, и пока он все инвестирует, пройдет не некоторое время. У вас в Китае пингвины такие же, или адаптированные под Китай? Такие же, потому что у них мода как раз на шире, чем у меня. Ответил на вопрос? Да, то есть нужно время просто, чтобы адаптироваться. Давайте вопрос. Визитки еще актуальны? Визитки как визитка, как бумажка? Можно я отвечу? Давай. Конечно, актуальны. Смотрите, просто зависит от специфики деятельности нашей, во-первых. Во-вторых, от вашей конечной аудитории, то есть кому вы ее даете. И сегодня раздавать визитки смысла никакого нет. Это просто потратить деньги и выкинуть их, да? А прийти на какое-то мероприятие типа продэкспо, там вообще имеет смысл визитки раздавать. Потому что там только этим люди и занимаются. То есть обменом, потому что не успеваешь не проговорить. Ну да, тут надо понимать просто, в какой аудитории что делать. И визитки тоже же бывают разные. Опять же, если тебе нужно завоевать внимание, да, визитка может быть необычная. Но как бы если ты там директор завода по производству подшипников, и у тебя визитка там с анимашками, да, там бегаешь, ну, это как бы очень будет выглядеть странно. Я говорю, что завоюешь внимание, но вряд ли завоюешь что-то уважение. Вот. В моих визитках, в моей визитке четко отсекает вообще всех людей, которые не хотят заниматься Инстаграмом. Потому что моя визитка – это Инставизитка. То есть это просто Инставизитка, распечатанная на бумажке. Точнее, даже на дереве. Вот. Ну, типа, маленько выше пошел, вытянется. То есть я когда даю человеку Инставизитку, ну, типа, у вас есть визиты? Да, пожалуйста. А что это? Ну, как бы это Инстаграм. Если ты не в курсе, что такое Инстаграм, то ты не мой клиент, зачем ты вообще со мной коммуницируешь? Ну, то есть лишняя для меня компликация. Вот. А вы сами пользуетесь визиткой? Конечно. И когда вы визитке, а когда вам? У меня есть три визитка, если интересно. Ну, две заполнены, а третью я выполняю. И есть еще стена с визитками. Ну, плюс, каждая визитка – это контакт вашего этапа. Спасибо. Вообще, если интересна тема точек контакта, можно прочитать на эту книжку, можно прочитать исследование про то, какая точка контакта в современной реальности, сколько раз с ней соприкасается с этим, можно говорить. Самое большое количество раз – это ручка. То есть если вы даете свою плентированную ручку, то знаете, ее там несколько тысяч раз на ваш бренд поставить. Вот вам так. Лайф так. Смотрим себе. Еще на самом деле у Игоря Маной в сети есть прям так называются точки контакта. Нет, но есть прям такой прям… нет. Есть такой инстаграм – touchpoint.ru. Там можно посмотреть. Ну да, в смысле эта книжка у него. Есть кто, кто ее написал, сам. Touchpoint.ru. Там про точки контакта очень много. Да, инстаграм. Вопросы у вас тут есть. Я хотел задать вопрос. У вас есть три визитка и Вы в поступлении сказали, что в соцсетях не накапливают базу. То есть людей собираетесь, набирая, редко инстаграм, как мы дальше делаем, зарабатывая этот базу. Не совсем номера, идентификатор. Идентификатор. Да. Как вы себе работаете? Как вы пробиваете дальше? Ну, дело в том, что, во-первых, из лучших своих клиентов и посетителей мы делаем аналогии в том числе. Это раз. Во-вторых, их можно оповещать о новинках. В-третьих, им можно говорить, где ближайшие торговые центры с помощью гео. В-четвертых, я рассказывал про то, что любое продвижение – это сценарий. У него должен быть сценарий. То есть, если мы знаем про него, что у него есть ребенок, это один сценарий. Если мы знаем, что у него есть там девушка, и он у нее скоро не найденет, это еще один. Если он идет домой с работы вечером, это третий и так далее. Смотря какой бизнес, ну, смотря какой бизнес, смотря где создавать. Если мы говорим там про бизнес, хендмейт, чего-то там, да, делаем ручками и продаем через Инстаграм, через Контакт. Это одна история, да. Если мы говорим про бизнес, там 33 пингвина, ну, там 2 миллиона, и поехали дальше уже, да, начинается. Вот, поэтому вопрос, сколько нужно времени, тут очень просто. Вот есть, я сейчас, Паша, поправь меня, если я буду как-то неправильно это транслировать. Начни делать как-нибудь, начни делать регулярно, начни делать хорошо. Ты создаешь чего-то, ну, то есть, у тебя есть производство, ты руками что-то делаешь. Начни это просто как-то выкладывать, как-то транслировать. Делай это постоянно и улучшай качество. Вот. И, собственно говоря, ну, и сколько тебе на это поджарится время, не знаю, ну, серьезно. Может быть, ты талант. Я не знаю, что у тебя за продукт. Может быть, это хайповый, суперкрутой продукт, который прям, ну, вот зайдет. Кто знает, какие хайповые продукты? Ну, вот, например, как? Спиннер. Да. Люди, которые начали продавать спиннеры, когда эта тема пошла через свои инстаграмы, они хайпанули. Кто? Картины? Он отставил. Ты из времен Пабло Пикассо. Картины? Ну, может, я просто не понимаю, какие картины, да. Но есть такая история, кстати, вот, кто смотрел Судная ночь, да, там маски такие с неоновыми этими штуками. Вообще хайпанули ребята, просто за три месяца три ляма сделали, не сильно напрягаясь через инстаграм. Селфи-палки, да, ну, понятно, да, вот такие трендовые продукты, и ты можешь очень быстро хайпануть. И вопрос только, ну, где твоя точка успеха? Успех, когда у тебя, ну, там, яхта есть, или успех, когда у тебя, там, заработок стабильно, там, 30 тысяч в месяц. Еще маленько добавлю по поводу раскрутиться, потому что на самом деле очень такой широкий, плавающий вопрос. Раскрутиться, в данном случае мы отходим от продукта. Такие, вот, мы просто кидаем в инсту, блогеру даем, там, не знаю, хайпанули. Второй вариант, если вы просто просчитаете своего клиента, кто он. То есть это уже, здесь уже три стри пингвина. Они знают конкретно в лицо, кто их клиент, где он живет, что он любит, и какие вообще сериалы смотрят, какая у него собака. Вплоть до этого. Ну да, кстати. То есть это уже с другой стороны мы заходим на клиента. Вопрос подходов. И вот этот подход, которым говорит Алексей, он, ну, мне кажется, круче. Потому что, ну, вот, подход, который я сейчас говорил, там, выложил, кинул что-то, я его уже прошел, и это не сильно, как бы интересно. Ну, плюс ты не можешь его просчитать. Ты да. То есть, представляешь, ты купила партию гигантскую. А это круто. Ты реально знаешь, сколько ты будешь зарабатывать. Ты просчитываешь, кому ты будешь продавать. Как он живет, что он делает. Есть у него девушка, нет у него девушки. Когда у него день рождения, да? Там, когда у девушки день рождения, собака, там, бигда, ты подключаешь к этому. Идю, вообще просто. Такой крутяк. Это прям, вот это вот у меня, прям, ну, как это, гормон вот этот, который, адреналин, эндорфин, да. Часть гормон вообще есть. То есть, поэтому аналитика, поэтому все ставят счетчики, метрики. Вы следите, сперва просто понимаете, кто ваш клиент. А потом, как только поняла, кто твой клиент, все, ты его потом просто X1, X2, X3. Это лук-а-лайк система. То есть, мы выжгли одну аудиторию, нашли таких же людей и продали к ним же. Ну, не зажигать, в смысле, удовлетворили потребности, назовем это так. Еще вопросы? Да, здравствуйте. Алексей Степанов говорил о том, что после того, как произошла первая покупка, нужно как-то еще разогреть покупателя, чтобы он совершенно повторил. Логично, что, как в сети, в реальности конференция просто огромная, и наш продукт не единственный на рынке. Например, компания совершила в одной покупке у меня и у моего конкурента, и всевозможные уже, японцы уже предложены. Как ты делаешь так, чтобы, скажем, компания сделала... А скажи, какой продукт, например, проще, чтобы у меня? Ну, просто, если все, что можно, было предложено, и он как бы ничего не сделал, ну, зачем тратить силы на... ну, и пытаться пробить стену? Есть куча других клиентов, которые ждут твоего внимания. Тут еще системный подход, смотрите, есть частота покупок определенных, да, есть глубина и есть средний чек. Если вы, допустим, купили квартиру двухкомнатную, то вероятность того, что вы через неделю, через месяц, через год купите еще одну двухкомнатную, она очень низкая, да? То есть нужно понимать, что, как бы, повторная... Это и была, наверное, уже повторная покупка. Но если мы говорим еще дать, что-то продать, то надо тогда думать о том, что человек теперь в эту двухкомнатную квартиру будет покупать. То есть там мебель, ремонт, домашнее животное, не знаю, интерьерные решения, там, вазы, шторки, зеркала. Может быть, он будет покупать путешествия через несколько лет. Да. Машину, парковочное место, то есть надо вот об этом... То есть это вот jobs to be done, да, что нужно ему теперь в это время. А этот пример. Или, допустим, есть такие бизнесы, которые ограничиваются на первой покупке. Ну, например, автошкола. То есть они вам продали курсы по вождению, и все. И они про вас забыли. А хотя бы... А я сейчас вот с ними борюсь, короче, и у меня много приходит на консультации, заставляю их продавать еще что-нибудь. Они могли бы вам продавать там дополнительную практику по вождению. Если вы, допустим, получили... Курсы экстремального вождения. Получили права, но год не ездили. Ну, бывает же так, права получили, а машина появилась только позже. Или, например, они могли бы вам продавать мастер-классы, потому как изменились штрафы и какие есть поправки в законах. И это могло бы дешево, но поскольку аудитория большая, она могла бы заново приносить деньги и тем самым двигаться по воротке в лояльности и потом в рекомендации. Понятна суть? У меня про ваш вопрос есть один любимейший пример. Смотрите. Есть доставка цветов в Москве и Санкт-Петербурге. У меня определенное время назад были отношения на расстоянии. Все очень прекрасно, все такое. У них установлена жгучая CRM-система. Какая? Они напоминают день рождения для девушки. 14 февраля, 8 марта. Говорят, а вы не хотите опять отправить по тому адресу букет? Да шо ж вы мне душу-то рвете, мы уже не общаемся давно. И поэтому им уже давно было пора про меня понять, что уже хватит. Это вот к вопросу, да, все возможное было сделано. Но может быть мы его как-то добьем там, да? Может быть домой к нему прием. Здравствуйте. Верите в Бога. У меня есть такой тоже пример. Губите цветы. Смотрите, у меня дома есть сигнализация. Она от телефона домашнего. Ну то есть нужен домашний телефон, чтобы она работала. И, короче, дросс-тариком звонит. Ну это было лет 7 назад. Говорит, слушайте, у вас типа дома домашний телефон. Давайте мы вам интернет проведем бесплатно. 0 рублей. За то, что вы тариф там какой-то, все включено, там пользуетесь. Я говорю, ну давайте, почему нет? Будет телефон. Если обычный закончится, я на другой подключусь, заплачу за обычный. Будет обычный пользу. Ну, значит, они поставили мне роутер, все у меня работало. Потом в какой-то момент я думаю, надо, короче, отключать этот интернет. Он меня просто тяготит. Ну, в общем, вот у меня был домашний телефон, интернет. И все это время мне раз в месяц звонил Ростовикову, говорил, не хотите воспользоваться нашими звуками, поставить домашний интернет. Я говорю, так он у меня есть уже. Он говорит, а, извините. И все, и до свидания. И через месяц опять. Не хотите? А потом мы начали с ними работать. Кстати, я ему об этом рассказал, и звонки прекратили. Прям вычеркнули, пришли, так. Возможно, так и было. Вопрос, мне кажется, ваш не втешка. Я, кажется, думаю, что ваш вопрос не в том, что еще можно сделать. А вообще, какие механизмы подогрева, может быть, вам интересны были? Вот это Павел ответил. Говорите, говорите. Да, это практически нет, потому что, ну, собственно, ситуации бывают разные. И, например, какую-то компанию нужно подтолкнуть к выбору. А какая-то компания же, мне кажется, не будет знать. И не будет знать. Вопрос, пожалуйста. Вопрос, как подогревать после первой покупки на вторую покупку? Какими механизмами, что предлагать? Правильно? Ну, нужно знать, нужно понимать конкретный продукт. Потому что, смотрите, есть триггер, он основывается на потребности. То есть, какая потребность у человека? Вот он купил у вас, неважно что, купил у вас он стул. Что он дальше хочет? Он хочет этот стул поставить на балконе, значит, ему надо утепление балкона продать. Или он хочет этот стул поставить на закуканный стол, значит, ему надо еще несколько стульев таких же одинаковых. Или он хочет этот стул использовать как стул для парты, значит, ему парту надо продать. Понятно? То есть, какая у него потребность дальше? Вот это надо... Если мы сейчас абстрактный пример берем, то тогда мы абстрактный ответ будем давать. Нужно конкретный. Моменты там, дополнительные скидки, купоны, мероприятия, акции, приглашение на какие-то события. Ну, кучу вариантов. Надо смотреть исключительно из комплектного товара. И кому продаешь. И, короче, если говорить, B2B или B2C. Еще вопрос. Где-то были, там, поднимали руку. Вопрос еще есть? Вот еще впереди, да? Есть. Поднимайте руку выше, у вас туда будет видно. Меня все время интересен вопрос. Вот вести бизнес вообще самому, если для лучшего человека, и вот собирать группу лициномышленников. И вот для меня вопрос, как собирать группу лициномышленников считается, наверное, главным. Я вот не понимаю, где это можно сделать. Вести бизнес самому или группой единомышленников. Но это, опять же, да, вот правильно, то, что отвечали на последний вопрос. А какой бизнес? Какой у нее объем? Вот 33 пингвина, вот какой бы там ни был классный чувак, он один, его не сможет вести. И более у директора этого 33 пингвина три бизнеса. Мечевая вода. И там еще идет там, димейджик групп. Вот. Он не сможет самого вести. Ну, просто огромный бизнес, да, там. А, собственно говоря, да, там, бизнес, там, меня как СММщика, например, я могу его один вести, да. Я сам себе это деться, это жнец, где игрец. Сам. Емкость просто есть. Да, емкость того, вот на каком моменте я перестану выполнять, ну, увеличиваться, расти. Марк, можно привыкнуть? А может быть вопрос, ты хотела задать, где найти себе подобных людей, которые хотят заниматься? Ну, и найти, это тоже. Вот. То есть, вот в этой шляпе даже больше, да? То есть, ну, один из вариантов, ты идешь по правильному шагу, ты собираешься вроде-то здесь. Люди, которые заинтересованные. Вообще, любые бесплатные мероприятия, там, все же связано с маркетологами, да, либо твоей сферой. Почему нет? Не знаю, что тебе интересно? Скажи вопрос, в каком бизнесе ты хотела бы развиваться? Я хочу продвигать долголетие людей. Долголетие? Да, чтобы… Тебе сейчас сколько, 80? 15. Я могу тебя ответить, смотри, есть… Ну, это как бы может быть сложно сейчас на слугу это воспринимать. Есть четыре места в цепочке поставок самого продукта до конечной аудитории. То есть, есть тот, кто производит услугу, есть тот, кто ее покупает окном и превращает в какой-то продукт, есть тот, кто ее продает, есть тот, кто обучает. Если ты хочешь набрать команду, твоя первая задача – обучить людей тому, что ты делаешь. Потому что у тебя тема новая, она не популярная. То есть, для того, чтобы появились люди, которые твою идею будут разберять, ее как минимум нужно узнать и понять. То есть, да, то, что, типа, ты должна рассказать людям, что, блин, я хочу продвигать долголетие, для меня это по-вот этому важно и так далее. Вы на обед, ребят, пошли. На самом деле, это вот, да. Давай. Максимально простой пример. Ты носишь красотки, знаешь, что такое New Balance? А 10 лет назад знал, что такое New Balance? Как раз вот был период времени, когда мы в Томске первые привезли New Balance оригинальные, и люди просто назвали их «эночками». О, «эночки какие-то, что за «эночки», ничего не понятно. И нам пришлось, ну, то есть, с поддержки бренда, так мы были официальными представителями, мы рассказывали, что это круто, что это удобно, что, то есть, мы донесли до конечного пользования, почему это круто, почему это правильно. Это и есть обучение, то, что Паша доносил. Вот просто на примерах. И те же самые многие бренды, да, которые известны, люди даже не знают, то есть, в, я знаю, какого, Джек Вольскин, тебе известно, что такое? Джек Вольскин. Вот, а это практически тот же самый бренд, что и BMW, только среди одежды в Германии, то есть, все немцы, Джек Вольскин – это национальный продукт. То есть, вот мы пытались сделать поставку, но не совсем зашло, отошли от этого. Вызываем Reflex. Да. Ну, на самом деле, тема обучения, мои единомышленники также и пришли. То есть, мне нужны были люди, которые бы, да, вместе со мной бы развивали историю моего бизнеса, там, SMM-агентства, блогерского агентства. И проект, который был реализован, и появились, собственно, из которого родилась компания, там родились единомышленники – это проект «Реальный блогер». Проект по обучению людей блогерскому искусству. То есть, когда мы из этого проекта вышли, и видеографы, и администраторы этого курса, и так далее. То есть, люди сами выкристаллизовываются из таких подобных вещей. Ну, и нетворкинг. Кто там говорил про бизит? Нетворкинг. Там мы находим контакты и людей. Еще вопросы есть? Если мы говорим о том, что вы хотите тебе клиента не потерять, чтобы он потом к вам приходил покупать квартиру снова туда. Смотри, для примера тебе. Вот нормальный строительный магазин. А вот когда думаете, когда самые большие продажи в строительном магазине? Как они? Летом. Ну, вот это заблуждение. Все самые большие продажи, они в январе. Потому что люди получают в декабре квартальную премию, годовую премию, и потом на январских праздниках у них есть время, они едут в магазин, притяняются и покупают основную какую-то покупку, совершают. То есть, они планируют, что летом они начнут строить. И строительный магазин, получая информацию о том, что человек что-то купил, допустим, он купил там сруб в баню или какую-то там плитку, еще что-то, они понимают, что в течение какого-то времени ближайшего он будет строить. Теперь задача магазина триггерами посылать, чтобы не забыли про него в течение до лета, когда будет второй полпокупок. Это то же самое. То есть, да, магазин договаривается. Вот если говорим про строительный магазин, он договаривается с теми, кто продает то, что он не продает, чтобы они как-то там помогали им мониторить этот рынок и так далее. То есть, если мы говорим про ТДСК какой-нибудь, у них есть свои подрядчики. Они могут вам помочь кондиционер поставить, еще что-то, может быть, своими силами. Вообще, вот эта история, которую вы затронули с визитками и нетворкингом, это тоже, опять же, туда же договариваться. Нетворкинг. Мы общаемся и коммуницируем, типа, о, а что у тебя? Салон красоты? Классно. А я платье продаю. Короче, а давай я буду давать твои там эти скидки на там маникюр там, а тем, кто будет покупать у меня платье там от 5 тысяч. Это называется кросс-маркетинг. Кросс-маркетинг. Очень современно, да. Аккентство может быть? Да, да, да. Вот это вот от покупка баз между базами. Это вот и кросс-маркетинг. Ты можешь продать, более того, там, они где-то, кто-то у тебя купил, тебе как-то надо подогреть, ты им не скидку на свой товар, допустим, а партнерку, они также делают, ну, в общем, вариантов массово. Вот все, что тебе в голову приходит, и когда ты начинаешь над этим задумываться, и тебе каждый человек, с которым ты знакомишься, там, электритри Пенгина, здравствуйте. Слушайте, а мужем, да, мы же за партнерцем мороженку разыграем, да, там ее в сториз, ты сразу начинаешь продумывать варианты, как бы тебе их применить, как бы вот полезность забрать у них максимально. Вот это.